Как вы думаете, по вашему мнению, какая угроза для СУТП наиболее опасна сегодня? Вы знаете, еще недавно я бы ответил на этот вопрос так, что человеческий фактор. Это переносные съемные устройства, различные флешки, которые несанкционированно подключают к рабочим станциям. Но, к сожалению, на данный момент приходится констатировать, что целенаправленные атаки, они действительно имеют место на СУТП. И это действительно становится угрозой. На данный момент мы являемся свидетелями этого. И если раньше преобладали в основном ДДО с атаки, когда действительно вал трафика, это было легко отследить, то на данный момент можно просто даже не заметить. Объем трафика остается такой же, но качество сетевого трафика изменяется. И мне кажется, вот эти вот интеллектуальные, действительно целенаправленные атаки сетевые, они могут преобладать на данный момент с целью вывести объекты критической информационной инфраструктуры из строя. Они могут преобладать, и они требуют уже принципиально другого подхода к защите информации. Это не просто какие-то средства, которые, допустим, блокируют USB-устройства, а это уже полноценные системы пассивного мониторинга трафика, СИЭМ-системы. То есть качество угроз увеличивается и требует другого ответа на современные вызовы. Как Вы можете посоветовать и что Вы можете посоветовать владельцам АСУТП, которые планируют модернизировать свою систему? Я бы посоветовал не затягивать с этим вопросом, потому что АСУТП сейчас это уже не черный ящик. АСУТП имеют выходы в сторонние системы, и поэтому модернизировать действительно необходимо. Я бы посоветовал в проект модернизации включать и решение вопросов по информационной безопасности. Причем информационную безопасность лучше рассматривать комплексно. Не просто как решение мер, которые что-то блокируют, отсекают, но и которые мониторят. Которые дают возможность своевременно информировать персонал об угрозах, о каких-то нарушениях и хода технологического процесса, и работы самого оборудования, IT-оборудования. То есть более комплексно подойти к вопросам информационной безопасности. А может ли, собственно, эта безопасность быть конкурентным преимуществом? Я думаю, что да, потому что информационная безопасность – это в первую очередь качество работы самой АСУТП. Если мы исходим из понятия качества, то мы должны в первую очередь смотреть вопросы безопасности и надежности. И система информационной безопасности обеспечивает стабильность работы АСУТП. И мало того, что это требуется сейчас по закону, но это еще и требуется для обеспечения непрерывности работы самих технологических установок. Вы как раз говорите про закон, а насколько интересно изменилось отношение собственных людей к безопасности после вступления в силу закона? Я думаю, что стало больше ответственности со стороны заказчиков. Закон дисциплинирует, и самое главное, он объясняет. Он объясняет, как нужно внедрять системы, с чего нужно начать, чем закончить. Это дает определенную методику. И если раньше люди просто не знали, действовали на свой страх и риск, или по совету системных интеграторов, то сейчас им дали в помощь методическую базу. И за это, конечно, большое спасибо тем, кто это разработал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!